все то что я зарабатывал и вкладывал в свои мозги ходили на тренингах а зажигалку можно включить в 40 лет просто пиши план на столе делай то что дозволено и у тебя будет конкретная удача а любое изменение это болезнь добрый день в эфире часов под и сегодня у меня в гостях бизнес-наставник из востока сайдмурада владов добрый день добрый день добрый день уважаемый нас вы прилетели к нам откуда сейчас это ваша родная страна до родина но живете в бишкеке ну так сложилась жизнь больше все самолете ну я сам самолете но семья в бишкеке вот так так сложилось девяносто шестом году вы работали грузчиком москве и кто вам подсказал что те деньги которые вы зарабатывали которые хватали вам ну буквально на пропитание да вы пошли и потратили на тренинг знаете школьный год я отлично учился учителя меня вдохновляли к этому может быть так сложилось мне было восемь лет когда мама отдала наставнику а наставник обучали мне законы шариата мудрости жизни духовности и так далее он закладывал меня именно духовный интеллект а это привело к тому что беспрорывное развитие беспрорывное развитие и поэтому школьный год для одну третий час вообще наверное библиотеки школе я почти прочитал все это древнеперсидские вот классиков очень много изучал руда киева рда все омар хаям джамуль от делал вен руме и всех их изучал они это велики мудрецы там с девятого века же начинается поэтому вот это все мне очень сильно помогло когда я приехала душа мб я поступил три вуза и в трех стал студентом это было двадцать пятом году двадцать пять и девяносто шестой год я стал студентом трех вузах это музыкальная академия потом полтехнический университет инженер-строитель а потом этот университет юридической факультет но была гражданская война тяжелые годы были в трижды деньги поменялись мы потеряли все собережения и у меня денег не было учиться я три раза стал студентом денег не было учиться я бросил вуз и уехал в москву чтобы подрабатывать вернуться учиться первым если был такой ну кто значит я поеду там я останусь так и вот так и поэтому когда приехал москву я работал сначала полгода грузчиком что подрабатывать чтобы вернуться учиться идея была в этом но когда начал работу но подрабатывать зарабатывать как грузчиками так далее как гастарбайтером и я начал понимать что тяжелым физическим трудом невозможно изменить свою судьбу и все то что зарабатывал и вкладывал в свои мозги ходили на тренингах и наверно это тяготь самого в школьные годы формировалась просто я заметил что когда человек три виде интеллекта развивает 3 виден у него закаляется характер три виде интеллекта первый это академический интеллект и школа помогает надо школе стараться учителя отличником хотя мы много читают что отличником быть не вы не обязательно а я читаю что нет это надо надо стремиться с был лучше когда ты стараешься учиться на отличном уровне ты привыкаешь в жизни все дела на отличном уровне ты просто привыкнешь это твой характером становится школе человек получает оценки не за ум а за вложенный труд за усилие жизни например бизнесе твою вложены умственные труды это ты получаешь прибыль и место на рынке и конкурентоспособность и так далее поэтому вот я заметил что а вот именно академический именно получается интеллект а второй то духовный интеллект духовный интеллект это те мудрости жизни и те ценности человеческие ценности которые обучают в разные религии и шариат и так далее мне повезло в этом плане что мама отдала меня наставнику и мой наставником были величайший мудрец он меня вкладывал мою сознание эти вещи и я заметил что духовный интеллект раскрывает у тебя сознание ты начинаешь видеть те вещи которые не всем понятно не всем видно она реально изменит твое мышление я это откуда понял когда начали изучать много наших классиков я заметил что большинство из них закончили священник коран и так далее еще семь-восемь лет что фурда все что рудаки что марха ям что али черновой и джоми аль-фараби и они все понимаете этот уже моя сове они все закончили до 10 лет до 15 лет эти священные книги и это раскрывает сознание вот это я хорошо теперь я понимаю тогда ты не понимал с часто осознаю вот и третий вещь конечно это физический интеллект я читаю что физический интеллект тоже надо развивать я много работал с целями выросли силе мы много работали трудолюбие должно трудолюбие это все друг на друга складывается то есть духовник должен быть духовный академический а к этому добавим надо еще это финансовый интеллект а эти четыре вещи как как 4 стена держит человека везде характер очень но не все готовы учиться я знаю очень много людей которые отучились в университете школе может быть даже учились магистратуре но и все на этом как бы книгам больше не возвращаемся к учебе не возвращаемся есть практика есть опыт и этого достаточно три проблема все скажу при первой проблема в чем первая проблема в том что раньше образование было достаточно образом гарантировала хороший образ жизни а сейчас уже нет сейчас образование гарантирую потому что знание устареет очень быстро сейчас то что бы знали например и актуально было 10 лет назад сейчас не работают то что даже пять лет назад было актуально сейчас уже не она не эффективна мы просто нам казахстан знание приходит чуть позже да да книги переводится позже и все но мы как-то не конечно конечно вторая вещь 2 то мышление есть люди которые даже хорошо зарабатывают но у них мышление того что учиться нету но он попал в начале волны как-то ему повезло да вот вот в начале по удар показалось удача ли бывает такое он начали волне оказалось и он читает что теперь всегда будут таким успешными так далее они не учатся это мышление просто это мышление и третье учиться это самый большой труд это на самом деле очень большой труд в мире не существует такой труд как учиться потому что учиться это что такое это не набор информация учиться это не набор это не подтверждение факты это не просто нас знак название несколько модель одежды или название парфюма или шоколада или как программа компьютера нет учиться это изменить себя как человек учиться это принести изменение свою судьбу изменение скажем я не говорю что под изменение ты же не можешь свою нацию менять но свои качества жизни меня можешь учиться это изменить себя а любое изменение это болезненно вы понимаете любое изменение это плюс никто не хочет себя заставлять учиться но я заметила что за время пандемии вот два года до мы находимся в этом режиме особенно когда мы были на локдауне очень много людей пошли учиться я сама выкупила все онлайн-курсы я запустила новые онлайн-курсы у меня за это время тоже огромное количество людей обучились я думаю у вас обучилась да то есть люди за время пандемии наоборот вот как раз мне кажется вот эти пробелы все и закрыли скажу вам так не более 400 чем-то тысяч человек обучали в пандемии 400 чем-то эти 430 чем-то по моему около может даже 450 тысяч обучать за это время за время вот за два с половиной года это те люди которые одноразовые тренинги посвящали однодневные двухдневные разные но иногда этого людям недостаточно вот я знаю людей которые постоянно учатся ходится уходят на тренинги да там прокачивают себя но им как будто бы не хватает смелости начать начать бизнес то есть уже сделать первый шаг да ну ты хочешь сказать насколько можно уже настраиваться давай уже вперед это характер это вообще основная проблема человечества это неуверенности в себе за годы свою работу и это понял вы представляете 15 лет я уже работаю более миллион двести тысяч человек посвящены мои тренинги это те которые мы знаем а те которые книга читал те которыми не знаем их еще больше представляете а и что и по какому выводу пришел вывод какой встреча каждый день сотны сотными людьми я пришел к и воду основная проблема это неуверенность в себе слабый характер неуверенность в себе вот эти вещи и неорганизованность то есть человек неорганизованность но как ему организовать себя планировать свою жизнь то что вот я знаю людей которые вот им 40 лет они до сих пор не собраны не могут себя собрать не могут просто вот элементарно свое тело утром поднять пораньше выпустить в люди и иди начали там иди зарабатывать деньги нету цель жизни очень важна цель жизни очень важно человек человек должен несколько вещей понять жизнь иметь начала конца эти временно находишься здесь и за это время надо реализовать себя и многое время когда мне много людей дать один совет который изменит моей жизни я говорю распишись стратегии своей жизни это изменит твою жизнь это что означает это означает что мы с тобой точно понимаем что мы тысячи лет не живем но мы знаем с тобой сколько лет мы живем сколько мы можем жить мы с тобой знаем что среднем живем от 70 до 100 лет кто-то 50 лет и так далее я людям говорю всегда планируйте на 100 лет просто пиши план на 100 лет это первое что надо и 2 года или по месяцам хотя бы каждые три-четыре года ключевые вещи пиши я так делаю я так делал когда мне было 15-16 лет мой наставник сказал мне такую фразу он сказал мне что ты в этом мире ничего не сменишь но ты можешь свою жизнь для шедевром я пришел домой и думал если моя жизнь как эта комната значит сюда выношу в то что мне нравится почему бы свою жизнь не сделать таким как мне нравится я начал писать все подряд я написал писать так что я маму отвезу в микки я это будут писать книги я буду иметь дом в шамбе я буду учиться в москве я буду того-того я написал так и так далее так просто я общее представление о своей жизни другими словами идеальной картины своей жизни я расписал подряд просто просто тупо это было первый шаг что делал второй шаг что делал их раскидал по календарный год я сидел думал они же за один день не появится когда они должны появиться расписал там было вот так 48 лет я стану доктор наук 40 лет мама отвезу в микки в общем 35 лет я буду состателем человеком и так далее так далее я расписал и вот так я расписал до 100 лет просто потом оставили уехал и а когда все расписал требовала 104 года я это все впихал туда и 100 лет сделала уехал и когда мне было 33 года 33 года я приехал домой мама попросили мне давай построить дом я приехала что построить новый дом и убрал старый чердак и и там смотрю ящиками я могу мама где моя библиотека но силе чего ты лишь немножко один день по гостям ходил 2 уже скучно с хотел книги взять почти а где моя библиотека смотрю убрали оттуда все и она вон там коробках я коробка открою там это албом вот это листы собрали туда поставили я открываю почитаю мне было тогда 33 года послушайте вот самый интересный там было написано 48 лет я стану доктор наук я стал док наук 27 лет было написано что 40 лет мама отвезу микки я мама отвез 26 лет микки то есть меня поразили одну интересную вещь наш мозг имеет свойство опередить опередить по времени почти 80 85 проценте вещь которые за 100 лет я написал они моей жизни уже были я тогда понял это скрыт я сидел и заново писал все теперь то что сейчас дело в жизни это 5 процент из того то что теперь надо делать потому что он как это работает я думал максимум работает как она же работает если ты написал целью жизни сделал и пошел делать с внимание я приду к это понимать сейчас приду от от знаний к действий покажу как надо прийти коране написано что самом начале всевышний аллах создал карандаш а почему может быть она подсказка а почему карандаш создал потом написано что за 6 суток он создал все эти галактики о это подсказка внимание братья это все подсказка третий первый 40 начнется учись войне твоего бога вот внимание и внимание я начали это все изучать анализирую мой плюс в том что я изучали духовные направления изучали науку и понял как они работают они круто работают это означает что берите собой карандаш начните писать это формируется все а как ты начнешь писать маленькими маленькими шагами двигаться я читаю что надо стать большой цель чтобы иметь представление от общей картину общей картине своей жизни и вообще в любом надо нет большой цель чтобы над общей картины да когда общей картины имеешь представление а потом маленькими маленькими шагами двигаться любой маленький шаги поднимать уверенность иногда людям рекомендуют каждый вечер пишите от пяти до десяти вещей что вы сегодня сделали просто что сделал 20 книги почитал два звонки делал пять встречи провел что сделал то что приближать к цели просто фиксируя это фиксирует фиксирует это тебе поднимать уверенность достигая маленький-маленький результате результат очень сильно поднимать уверенность вдохновлять человек когда это все я написал в следующий раз вот это 33 когда мне было 33 года это было месяца 43 10 лет назад я кое-что добавил к этому потом я расписала все какие навыки мне нужны чтобы это все добиться какие навыки а потом я написал какие навыки мне нужны хорошо расписали несколько навык а потом расписал кто в этом мире для меня могут стать наставником кого я могу у кого могу пойти это консультироваться у кого могу пойти спросить где я могу изучать я расписал список наставников у которого надо учиться и это изменило все и эти люди появились вашей жизни еще как еще как хочу же дружить и наверное конечно из 20 человек который я написал что 20 человек написал с которым я хочу чтобы общаться консультироваться так далее 14 из них со мной общаться моем телефоне их номера есть и это так работает это так работает подсознание или же это такой настрой сейчас скажу вам знаете когда начнешь это делать когда начнешь это делать ты начнешь об этом думать человеке только является тем о чем он думает и жизнь на человека появляется только то то что он способен понять он не может принести свою жизнь то что не понимает просто дело в том что когда начинает он об этом думать писать об этом он это он 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 таким образом формирует картографию своих мышлений, как трафарет. И он начинает видеть в своем видении. У него появляется видение своего будущего. Туман уходит. Все. У него внутри зажигалка уже зажегся. А зажигалку можно включить в 40 лет? Да хоть в 60 лет. У меня есть ученица, например, давайте я вам скажу так. Сейчас Москве закончили. Четыре дня назад с Москвы пролетел Таджикистан. Была женщина 66 лет. Она, у нее было в руках 17 тетрад конспекта моей тренинги. 17 тетрад. Она в ютубе послушала почти все мои записи. 17 тетрад. Конспекта. Конспект делала. 17 тетрад. Сели общие тетради такие. 64 года открывала бизнес. Ей сейчас 66. У нее производство, этот стройматериал для фасада. Она сейчас пошла у меня на годовое обучение. 66 лет женщину. Я восхищаюсь с такими людьми. Я ей сказал, вы для меня учитель. Она говорит, почему, наставник, я к вам прихожу на учебу. Я говорю, нет, вы для меня учитель. Потому что в таком возрасте продолжать. Дело в чем? Дело в том, что стоит, чтобы человек перестал учиться, подсознательно принимает тот факт, что его жизнь приближается к концу. Вы понимаете? Стоит, чтобы человек перестал учиться, он уже осознает подсознательно, что его жизнь приближается. Что он уже все идет с базара. Да. Он уже начинает соглашаться, что все, кем он мог стать, все закончено. И это очень плохо. Поэтому, а когда человек учится, у него надежда сохраняется. А в надежде есть духовность. В общем, друзья, нужно быть голодным всегда, да? Это очень важно. А чтобы потом от учеба прийти к действию, внутренняя самомотивация нужна. Стоит, чтобы он это думал, 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 она все равно созревает. Есть информация, которая тебе не дает покоя. Что человек дает силе? Мысль. Мысль дает сила. Это огромная сила дает мысль. Нужно, чтобы просто попал правильный мысль в голове человека. Просто правильный мысль. И среда. Если у человека знание есть, но он ничего не делает, я сразу скажу, надо поменять среду. Потому что вокруг него сдерживающие энергии больше, вокруг него, которые именно люди, которые лентяи, люди, которые... Страха много. Люди, которые переживают. Внутри человека два сила. Одну движущая сила, вторую сдерживающая. А сдерживающая сила — это страх, сомнение, промедление, откладывание на потом и так далее. Их много у людей. На 20% сдерживающая сила у людей много. А движущие надо развивать. Надо развивать постоянно. Тренироваться, развивать и так далее. Поэтому человек, который, если знания есть, но не могут их практиковать, я рекомендую так. Просто иди, стой рядом с тем, кто делает. Просто стой его помощником, просто его водителем. Он тебя вдохновит. Да ты автоматом меняешься. Таково правило жизни. К чему ты прикасаешься, тот прикасается к тебе. А к чему ты чаще прикасаешься, ты этим становишься. Например, если ты чаще общаешься с религозным человеком, ты начинаешь жить по религии. Если чаще общаешься с политиком, ты начинаешь интересоваться политикой. Если чаще общаешься с спортсменом, ты начинаешь заниматься спортом. Если чаще общаешься с миллионером, станешь миллионером. Хочешь, не хочешь. элементарно просто я кстати тоже называю себя что я человек тренажер для многих людей вот вплоть и для своих молодых до сотрудников я тренажер потому что я обучаю меня тоже когда-то так обучали и когда-то перфекционист требуешь лучшей работы да то есть ты постоянно растешь и ты требуешь этого от других это очень хорошее качество бизнес почему люди теряют бизнес есть несколько факторов чтобы терять бизнес я могу сказать о своя щенки я тоже потерял бизнес у меня 67 бизнеса опыт 6 бизнеса опыт где-то были инвестором где-то сам управлял где-то такой что-то из них пришлось закрывать что-то продавать люди теряют бизнес по несколько причин первая причина нету грамотного финансового управления то есть нет управления риска и нет учетки система управления финансов они его вовремя не видят они его видят задним числом то есть не поставлено именно в модель именно управление ресурс и управление риски именно первое что необходимо а второе устраивает бизнес-модель потому что все появляются новые и так далее 3 кодек до года потому что пришли цифровые фотоаппараты то есть и третье не обновляется портфель продукта не обновляется когда не обновляешь почему iphone каждый год новый 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 выпуск или toyota новый 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 впускай и так далее это очень важно конечно все зависит от бизнес-моделя тоже например сникер сколько-то лет один тоже шоколад продал но он начали продавать по разные упаковки понимают или coca-cola одно и то же напитка продадут столько-то лет либо нужно создать совершенный продукт который хочется всегда не надо знать надо знать каком месте занимать рынке например coca-cola занимает номер один в рынке безалкогольный напиток или сникерс тоже в этом своем области номер один в этом или макдональдс в области там фаст-фуда и тогда и к разным уровня ты должен иметь разные стратегии разный подход стратегии вот это очень важный момент поэтому следующая вещь бизнес умирает в почему потому что руководители топ-менеджеры они не меняются они меняются вот не гибкие они они не гибкие например ноги посмотрите ноги почему умер у него было восемьдесят четыре три процента телефонный ринг земного шара а сейчас около 4 процента а почему он умер потому что они не развивался они игнорировали когда пальцы android и так далее они сказали мы и так это крути и мы все и так далее поэтому помните вы начали наши беседеска если вы успешно теперь надо вам два раза больше учиться быть гибкими меняться чтобы развиваться то есть другими словами постоянно это спорт и еще как еще как это бизнес надо постоянно что-то новое внедрять тестировать внедрять в тестировать внедрять новый продукт новый услуг что-то новое дело а есть эти недели что-то новое тесто что позади люди хотят что-то новое например посмотрите у людей нет уже старой посуде уже старый мебель старый обои нет почему есть люди которые живут годами со старой мебелью в старой квартире за старой посудой внимание обратили со старыми мысли не говорят что таких людей нет я говорю что люди не хотят купить они не готовы платить за старый дизайн обои который 2000 году бы старый мебель который двух тысячных годах был старый телевизор который они не будут покупать это возможно есть кто-то живет возможно но я имею ввиду чтобы как делать бизнес я имею ввиду как бизнес поэтому это так а удача в бизнесе важно я скажу вам мне везде столько столько над собой работаю удачи откуда появится некоторые люди думают что удача просто там откуда сверху нет вы сами себе сделать удачливыми если вы профессионально работаете и на базе фундамент должно быть духовной ценности тогда у вас будут барракад и удача фундамент должен быть духов то есть когда ты много работаешь и духовно развиваешься занимаешься благотворительностью тогда будет удача например бизнес надо построить на духовной ценности а что это значит на духовной ценности например дай больше чем тебе платить например делать больше благотворительности вовремя плати зарплату ни одного минута не тяни это все духовной ценности следующее зелья так чтобы люди были благодарны за продукцию услуг который тебе покупает я читаю что всегда должно быть любом вещи вот эти духовные отдачи это очень важно когда человек покупал продукт или услуг и он в душе благодарен вам за то что купили у вас остаться благодарным доволен он кому-то раскачет и далее вот это все на базе духовной ценности никогда не продавать тут то что не стоит правило то есть удача не приходит к тем кто условно делает бизнес может быть такой не халяльный бизнес на придавший не занимается благотворительностью не развивается духовно делать что дозволены делать то что дозволены и у тебя будет конкретно удача это так это это барракад это удача это а если духовно вообще такое очень классное слово с вами это все то есть если ты будешь все правильно делать то ждет такой барракад что будешь просто мега богат да да это так потому что все это так богатствует всевышняя детей делать всевышнее здоровье дают всевышнее знание известно стоит всевышнее но если ты человек правильные вещи делать а какие ошибки совершает человек наверняка к вам приходит как бизнес наставнику предприниматели которые потеряли своей жизни все что имели мы знаем такие случаи когда человек имел все и потерял в один момент ко мне приходит очень много люди которые потеряли и приходят люди которые много в долгах я сам когда-то был в долгах я вылез и даже его в голове многих людей ассоциируясь как человеком которые вытащили многих людей из долгов я очень многим людям вытащили долгов потому что сам были в долгах 174 человека были в долгах еще четырех банках но тот момент для меня это была большая сумма около трех миллион долларов были в долге а бизнеса нет ничего нет платить было очень сложно я видели фильм полиции милиции бандитов и кого угодно кмб смб всех видел можно сказать да это правда через много пришлось пережить пройти через много и так далее поэтому ко мне приходит очень много людей которых потеряли патриаре и так далее но какие ошибки совершает человек ошибки 1 так когда у них доход идет рост они не контролируют издержки они не контролируют расходе они берут еще более большие обязательства то есть их не расходе превышает их доход еще сами интересны в развитии роста когда рост идет они берут еще больше обязательства думаю что теперь всегда будут так то есть они начали брать большие кредиты они начали брать много товар под реализация у них они начнут расширяться много арены площади увеличивать увеличивать количество персонала это придет кинодуте арены площади надутые расходы и самый главный постоянные расходы из применения с эplicат расходами он увеличивает их а постоянный расход дела в том что расходе они по ст believe потом доход не постоянно кредит брана наплотить дохода есть ли не надо платит по-то поэтому когда у них рост они увеличивают обязательства увеличивает можно сказать холеб неосовнанно а когда раз развитие рынка это нормально незаметно как-то а стоят чтобы колебание начался все расходе поставя доходу падает, а что они делают в этот момент? Думают, где-то не будут, надо брать, чтобы временно как-то удержаться. Но они где-то долг возьмёт, долг возьмёт или кредит, временно удерживает, но эта ситуация ещё ухудшает, потому что одна проблема, если не два проблемы, а только чуть-чуть на время тянется, но потом всё равно к этому надо вернуться. Поэтому первая проблема, почему люди теряют, именно это. Вторая проблема в том, что они не создадут резервный фонд. Резервный фонд у них нет. Это большая проблема. Четвёртое, можно сказать, что не контролирует рост. Знаете, бизнес это такой, постоянно надо фокусироваться на развитии продажи, развитии продажи и минимизации издержки. Беспрерывно это надо делать. То есть оптимизировать всегда расходы и всё время думать о том, как увеличить продажи. Беспрерывно, да. Следующая вещь, почему они банкротятся, иногда потерять бизнес, нету расширения. Где нету расширения, там либо ты расширяешься, либо сокращаешься. Вовремя надо знать, когда расширяться. У меня есть такая стратегия. Я расширюсь, когда кризисе. Я такой стратегии использую. То есть когда все сжимаются, вы расширяетесь. Когда развитие рынка, я наоборот начну сохранить деньги. Я просто это понял, 2008 год. Сейчас когда я зарабатываю, то есть все развитие рынка, все довольны, все берут кредиты. Я не делаю, я не троплюсь. Я в развитие рынка, я создаю капитал, набираю мощь. Как вода делает? Вода набирает мощь. Это стратегия води. Когда развитие рынка, я делаю это движение. А когда чуть-чуть вот так или колебания спад и так далее, я начну хорошенько расширяться. Почему? Арендные площади более доступны. У людей в голове страх. И я перехожу даже в свой персонал, три вещи я делаю. Первый, я начну расширяться. Я начну освобождаться хорошие места. Доступной ценой я нахожу зайти в разных магазинах, торговых центрах и так далее. Второе, что я делаю, это команда создаю. Хорошие кадры придут ко мне. Недорого, недорого. Они придут, адаптируются в моей команде. Пока-пока такой. А когда чуть-чуть нормализуются, они показывают очень хорошие результаты. И третья вещь, что я делаю, я поднимаю зарплату. Я всегда так делаю. Три раза так делаю. И когда так, первый год 30% поднимал. То есть прошлый год был ваш год? Да. Я поднимал 100% зарплату, ребята. 100% поднимал. Некоторым людям 100%, некоторые 70%. А как вы думаете, что происходит в голове сотрудника, когда среди друзей сидит, с семьей сидит. Они же везде все говорят, вау, кризис, ты же телевизор, кризис. Везде все, хаот, все, все страх. А все подсознательно ждут, что скоро бессодержательный отпуск и увольнение и так далее. Так же? Я начал, когда это практиковать, я не говорю, что во все мои компании получилось это. У меня 24 компании, но 20 из них я это делал. И это крутой результат дает. Слушайте, это очень хороший совет, очень хороший лайфхак, потому что действительно люди все-таки думают как-то так, стадно, да? То есть там кризис, надо закрываться, все закрываются, да? Там все хорошо, надо расширяться, все расширяются. Последний вопрос. Я знаю, что у вас очень большое количество учеников по всему миру, да? И в Казахстане у вас, и бизнес есть. Спасибо. Вот самое главное в бизнесе что на сегодняшний день? На сегодняшний день сами главные в бизнесе, я бы сказал, что бизнес, ну не могу сказать одну вещь, они все главные. Например, сейчас скажу, это похоже, что мы же не можем сказать сердце главнее или мозг главнее, они все нужны, чтобы система работала. Правильно же? Вот в бизнесе сейчас, по моим понятиям, несколько вещей главные. Самое первое, это его конкурентоспособность. Это первое. Он должен быть конкурентоспособным. Под слово «конкурентоспособность» я подразумеваю, команда должна быть эффективна, бизнес-модель должна быть эффективна, и управление ресурсами должно быть эффективно, бизнес должно быть оцифрован, технологичным должно быть и так далее. Все эти вещи, объединяясь, создают у вас конкурентоспособность. Их нячая конкуренция убьет. Это очень важно. Но главный механизм – клиент должен выбрать вас. Потому что клиент дает деньги, клиент должен выбрать вас. А клиент когда выбирает вас? Когда видишь, что вы лучше. Когда вы даете ему то, что не найдет в другом месте. Когда вы даете ему то, что, можно сказать, по его понятиям является справливым. Справедливо? Да. По его понятиям – это справливая цена, справливая там и так далее. То есть вместе с товаром ты даешь какую-то ценность? Да. Он готов платить за это, за эту ценность. Когда ценность превышает деньги, которые он платит, он тогда платит. Ему не жалко, да? Да, он платит. А личный бренд важен сейчас? Очень важно. Личный бренд очень важен. Стал такое время. Сейчас, например, если вы посмотрите, по всему миру так. Почему люди айфон покупают, ассоциируются с Стив Джобсом или там, не знаю, это Илон Макс, посмотрите, свой личный бренд как используют для того, чтобы поднимать ценность. Еще как? Еще как. От него зависит колебания? Просто два модель построения бизнеса существует. Один модель, который делают японцы, другой модель, который американцы. Американцы, они построят наличный бренд, а японцы нет. Например, мы до сих пор не знаем, кто директор Toyota или кто там управляет Sony и так далее. Мы вообще понятия не имеем, но точно знаем, что там, скажем, Илон Макс или там Стив Джобс или там Джефф Безос и так далее. Всех и знаем, правильно же, что Амазон ассоциируется с ним и так далее. Почему японская модель по-своему хороша, а американская модель по-своему хороша? И то, и то работает на рынке. Американская модель работает, связанная с личным брендом и капитализация бренда поднимает. А японцы говорят, что, японский подход такой, что, например, если все привязывать к личности, после смерти личности, может быть, упадет капитал. Бизнес тоже может умереть. Капитал могут упасть резко, резко могут. Но хотя мы видим, что Стив Джобс умер, айфон же не умирает, продолжает, хотя это тоже видим. И я читаю, что и то, и то, что можешь делать, надо делать. И то, и то работа. Но классно, если вы возобновите личный бренд от американцев, но система, которая беспрерывно совершенствована. Кейдзен, да? Да, беспрерывно совершенствование системы японцев. И то, и то это работает, крутая вещь, что создать. Сегодня просто получили очень много лайфхаков, советов, рекомендаций. В кризис, друзья, расширяемся, увеличиваемся, да? Растем. И вообще, в целом, я вот прям сегодня, знаете, получила удовольствие. Потому что я услышала то, что я сама транслирую людям. Я всегда говорю, учись, учись, учись. Потому что я просто сама наблюдаю. Люди, которые постоянно учатся, с ними интересно поговорить. Неважно, сколько им лет, 70-80, там 30-20. То есть человек, который держит руку на пульсе, знает, что сейчас в тренде, как развиваться. С такими людьми всегда интересно. И вот с вами тоже очень интересно. Кстати, я вам не сказал, по-моему, 37 долларов миллионера мы выросли из моих учеников. 37 долларов миллионеров? Да, да. Это половина из них были люди, которые зарабатывали 1000 долларов, 2000 долларов, 3000 долларов в месяц. Сейчас они миллионеры. То есть у них капитализация миллион или оборот миллион, прибыль уже больше миллион. 37 долларов миллионера вырастет. Мой цель 100 миллионеров вырастет. 100 учеников миллионеров вырастет. Это 37 долларов миллионеров казахстанских? Они из Казахстана, Узбекистана, России. Они из разных стран. Потому что большинство людей очень сложно первый миллион зарабатывать. Когда первый миллион зарабатываешь, появляются немножко деньги, и ты можешь уже платить, нанимать лучших кадров. И, соответственно, у тебя намного проще становится. Спасибо большое. С нами сегодня был Цейдмурат Довлатов. Подпишитесь на него в Instagram. Слушайте его в YouTube. Развивайтесь, учитесь и читайте книги. Я знаю, 24 книги, да? 22. 22 книги. Значит, еще будут две. Да, да. Сейчас работают два новые книги. В этом году я сейчас работаю книги «Я инвестор» и книга «12 заповед руководителя». Вот. Они очень хорошие книги. Главное, не останавливайтесь и вдохновляйте нас. Спасибо. Потому что сегодня я получила очень много интересных инсайтов. Спасибо. Я думаю, зрители тоже. Спасибо большое. С нами сегодня был Цейдмурат Довлатов, бизнес-наставник из Востока. 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 Востока.